Добрый день, уважаемые подписчики, все те, кто пришли на канал для того, чтобы получить информацию по раскладу событий предстоящей недели с 23 ноября по 29. Мне очень приятно всех приветствовать. У нас три варианта. Вы можете выбрать либо колоду, либо наши подвески. Выбирайте, прежде чем выбрать вариант. Я напомню, что сегодня мы с вами разбираем по дням недели события, которые у нас с вами будут. Что в течение недели у нас произойдет. Мне всегда очень приятно, что вы все приходите на расклад, на то, что вы смотрите видео. Вдвойне приятно, когда вы оставляете обратную связь, когда вы комментарии оставляете. Таким образом вы отдаете энергию и у нас с вами происходит очень хороший коннект. Ну и естественно, благодарю всех тех, кто оставляет комментарии. Вы можете свои вопросы в комментариях только писать. Я на них отвечаю, пишу в самом комментарии, либо выбираю три вопроса, которые потом использую в видео. Эти вопросы я также в видео делаю ответ и отвечаю. В комментариях на ваш вопрос я пишу, в каком видео вы можете увидеть свой ответ на свой вопрос. Поэтому, в принципе, стараюсь всем вам отдавать обратную связь на ваши вопросы. Ну что, давайте приступим. Первый вариант. Колода Райвер Роблита. Ну и вот такой красивый аксессуар. Подрезка. Я ее называю Золнышком. Давайте первый вариант. Посмотрим, что у нас здесь с вами происходит по первому варианту. И посмотрим по дням недели событийный ряд. Что у нас с вами ожидает. Ну что, здесь я вижу ситуацию, связанную с какими-то тяжелым временем, с тяжелыми какими-то обязанностями. Вам тяжело, скажем так, нести свои, может быть, обязанности по работе. Есть определенного рода трудности. Есть проблемы. Проблемы, может быть, с информацией, с какими-то неприятностями, поступающими извне. Какие-то, я вижу, беспроблемные моменты. Вам, собственно, они не доставляют никакого удовольствия, скажем так. Ну и, соответственно, перед разрешением каких-то вопросов, связанных с работой, да, с повышением профессионализма тоже здесь много. Здесь рабочий какой-то момент, но есть определенного рода трудности, прежде чем этот момент разрешится. Возможно, действительно, здесь что-то сработает, какие-то есть трудности. Давайте посмотрим, что у нас в понедельник. Какие забытья у нас во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. Суббота и воскресенье. Так, ну что, мои дорогие, понедельник. Понедельник вас ждет какой-то отъезд. Кто-то, возможно, собирается в дорогу, и кто-то здесь принял какое-то решение. Если в личной жизни, то кто-то решил расстаться. Возможно, вы собираетесь уехать в другой город, либо в другую страну. Возможно, здесь просто кто-то поедет в отпуск, может быть, кто-то поедет по каким-то своим делам. Но именно здесь есть момент, что вам необходимо переключиться на другого рода деятельность. Делать все очень решительно это все и бесповоротно. Вас ждет поездка. Во вторник здесь, возможно, какие-то разговоры, какие-то планы, связанные с материальным достатком. Здесь может быть, что вам необходимо отдать долг мужчине, либо мужчина должен будет отдать вам. Здесь может быть информация касаемо какого-то долга, денежных вопросов. Здесь может быть неприятный разговор с мужчиной. Знака зодиака такого овен, лев. Мужчина очень интересный, такого, знаете, крепкого телосложения, физически очень развитого и очень-очень позитивного такого, знаете, прям, это может быть и руководитель даже, очень организаторские такие способности. Но позитивно в плане я имела в виду, что привлекательный очень мужчина и действительно для вас он привлекательный. Но вот с ним будут связаны какие-то траты. Либо он вам должен будет что-то и будет неприятный разговор. Либо вы должны будете ему какую-то определенную сумму денег. Но ожидают не очень приятные какие-то моменты и ситуации у вас. В среду очень много противоречий, очень много страхов, каких-то переживаний. Вам нужно будет взять себя в руки, потому что какие-то новости, которые вы узнаете, они прям выбьют вас из колеи. Очень много надуманных страхов и переживаний. Вы должны будете балансировку держать очень четко между вашими эмоциями и вашим каким-то разумным состоянием. В четверг я вижу ситуацию взаимодействия с двумя женщинами. Одна женщина, возможно, здесь не свободная, другая здесь одинокая. Причем одна из них, знаете, такая рисковатая. Но, возможно, это женщины либо ваши начальницы, либо какие-то именно женщины, которые связаны по работе. Причем сам по себе разговор может носить не особенно, скажем так, позитивный характер. Здесь могут быть и разногласия, но в любом случае они конструктивные и продуктивные. Здесь может быть задетый вопрос, связанный с финансами и с какими-то, может быть, разрешением спорных вопросов. В пятницу, по всей вероятности, вас ждет какой-то очень такой, знаете, скандальный разговор с мужчиной моложе вас, очень таким активным, амбициозным, возможно, карьеристом, который, собственно, будет определять свою позицию. И его намерения очень будут такими четкими и рисковатыми. Да, здесь возникнет, может быть, конфликтная ситуация, где нужно будет ограничить свои, скажем так, позиции и свои права. Но в любом случае мужчина, значит, имейте в виду, что он очень такой амбициозный, очень резкие у него такие какие-то могут быть идеи, да, ну и желающий, собственно, во что бы то ни стало, добиться своей определенной цели. В субботу карты нас радуют. Вот здесь тут спинтапли и четверка жертвов, это говорит о том, что это может быть и получение прибыли, и получение премии, и известия очень неплохие о доме, да, о каких-то, может быть, у кого-то, если, или имущество, да, или какое-то желание, да, поменять имущество. Также это может быть известие о деньгах, о прибыли, о том, что кто-то вам, если кто-то, допустим, должен был вам что-то, то это придет известие о возврате долга и так далее. Неплохие абсолютно карты в субботу, это может быть даже известие о получении и возможности получения новой должности. Это могут быть первые результаты вашего труда от, например, какого-то собственного дела, если вы оказывали, да. То есть здесь, в принципе, очень позитивные карты, в субботу вы будете очень довольны. Ну и вот воскресенье. Воскресенье у нас с вами выпадает общение с мужчиной. Мужчина очень, в принципе, привлекательным, очень таким эмоциональным. Здесь могут быть даже, знаете как, размогласия и разговоры именно в личной жизни с вашим любимым мужчиной. Но хочу здесь обратить внимание на то, что, в принципе, ваше отстаивание точки зрения, точки зрения будет не зря. Здесь, в принципе, вы свои позиции, свои границы отстоите, мужчина их примет. Во всяком случае, самодостаточность ваша здесь будет очень хорошо воспринята. Что-то вам придется здесь доказывать, что-то здесь выяснять, но, тем не менее, мужчина, он услышит то, что вы, собственно, хотели ему сказать. И это будет в позитивном, таком очень хорошем ключе. Ну что, в целом, если, например, брать по неделе, то я вижу, что если у нас неделя начиналась, может быть, с каких-то неприятных моментов, связанных, возможно, с каким-то резким потоком информации, то здесь я вижу, что под конец, в принципе, разрешение многих вопросов. Кто-то найдет работу, кто-то получит первую прибыль, кто-то, возможно, повышение, да, предложение о повышении получит. Ну, для кого-то просто стабильная семейная ситуация, которая принесет радость. Давайте посмотрим по советам, что нам советуют карты. Карты советуют в течение недели не принимать во внимание какие-то неприятные известия, которые, возможно, вы получите. Не принимайте их близко к сердцу. Знаете как, примите решение о том, что такое тоже возможно, о том, что какие-то моменты, которые происходят в нашей жизни, они нам для чего-то нужны, да, для того, чтобы мы принимали какое-то тоже решение, они сидели, как говорится, в сказке и не мечтали о том, что, в принципе, может не осуществиться. Поэтому у вас хватит сил преодолеть трудности недели и выйти достойно с хорошим вариантом решения и ситуации. Финансовый, во всяком случае, поток здесь прекрасный. Ну что, мои дорогие, первый вариант. Я очень рада, что этот вариант достаточно хорош, не несет в себе каких-то проблемных моментов, особенно в субботу. Шикарные карты подтверждают результат ваших стараний в течение недели. Все будет хорошо. Дорогие мои, пишите, пожалуйста, в комментариях. Принимайте информацию для того, чтобы она действительно пригралась в вашей жизни. Ну и оставляйте свои комментарии. Мне будет очень приятно. Также жду всех на личную консультацию. Дорогие мои, мы приступаем с вами ко второму варианту. Второй вариант того города. И мы сейчас с вами посмотрим, какая ситуация по второму варианту здесь у нас, что происходит. Ну и события на деле. Что у нас здесь? Так, мои золотые, здесь у вас прекрасно. Здесь у вас все хорошо и все прекрасно. Несмотря на какие-то неприятности, несмотря на какие-то, может быть, моменты, связанные с чьим-то упорством, с чьим-то, может быть, непониманием, здесь есть неприятные разговоры, выяснение отношений. И тем не менее, вы выходите здесь по событийному ряду победителем. На сегодняшний день вы победитель в этой ситуации. И вы определяете и ждете какие-то возврата каких-то долгов, либо какие-то ситуации, связанные с поступлением денежных средств. Скорее всего, здесь вы, вам должны. И вот необходимую долю своего, скажем так, своего прихода каких-то денег, да, вы, собственно, отстаиваете. Я хочу также сказать, что здесь могут быть, конечно, не совсем приятные известия, как раз-таки связанные с деньгами. Но тем не менее, карта победителя, она о многом говорит. Здесь вы на коне, здесь вы определяете, как пойдет ход событий и так далее. Кто-то может получить подарки. Может быть, не те, которые, собственно, и хотели, да, рассчитывали. Но тем не менее, ваше желание здесь исполняется. Здесь что-то связанное с прибылью, с деньгами, с разрешением каких-то спорных вопросов. Давайте посмотрим конкретно по событиям дней недели. События понедельника. События вторника. События среды. События четверга. Я здесь так и ставлю. События пятницы. Субботы. И воскресенье. Так, ну что, мои дорогие. Прекрасная неделя для второго варианта. Отлично. У нас с вами в понедельник возникнет ситуация отстаивания своей границы позиций. Кто-то очень четко будет знать, что он хочет, и очень четко эти границы обозначат другим. Причем по карте солнца у вас все получится. Вы одержите победу во всех своих начинаниях. Если вы докажете свою правоту в каком-то вопросе, вас ждет полноценная победа. Кроме этого, кто-то здесь может получить первый результат своего труда. Кто-то здесь может по карте солнца. Если даже, девочки мои, у кого-то беременность может быть, даже много лет мы, допустим, или много усилий прилагали, в понедельник вы можете спокойно забеременеть или получить известие о том, что вы забеременели. Здесь ситуация, знаете, будет такая, что в понедельник вы узнаете, что много, какие-то многолетние даже, может быть, да, или много месяцев вы положили много труда на разрешение какой-то проблемы, да, отстаивали какие-то интересы, и решение здесь будет самое приятное. Во вторник. Во вторник, возможно, вам необходимо будет получить информацию о том, что необходимо куда-то поехать. Либо здесь будет ситуация, когда вы поймете, что какой-то вопрос завершился, что его закрыли, скажем так, да, и, собственно, здесь завершились, в принципе, любые, если это отношения, то здесь они близки к завершению, если это какие-то дела, то, собственно, завершили какие-то дела. Да, может быть еще ситуация о том, что необходимо поехать куда-то в связи с тем, что кто-то, может быть, заболел. Вот такая тоже ситуация, такая информация может проиграться. В среду. В среду очень перспективные мероприятия, скажем так, все, что происходит в среду, это ознаменовано решением вопросов с имуществом, решения на работе очень хорошие, предложения о повышении на службе, повышение зарплаты, очень предприимчивые дела. Все, что происходит в этот день, это все для того, чтобы накопить ваши материальные ресурсы, чтобы вы могли вложить деньги, у вас будет возможность вложить очень перспективное дело. Прекрасная неделя, прекрасный день, среда, вы прям будете чувствовать, что ваши решения просто придают вам силу и уверенность в завтрашнем дне. Хорошая в среду ситуация вообще в целом. Ну, наверное, вот в среду, как эта ситуация пойдет, она и отразится на четверге, потому что в четверг возможно получение заработной платы, причем прибыльной. Здесь может быть и премия, на которую вы не особо рассчитывали, но она прямо вот вам придет. Мало того, здесь многие получат, возможно, предложение даже руки и сердца. Здесь возникнут какие-то ситуации, связанные с отношениями и очень с хорошей прибыли. То есть какая-то, у кого-то женщина может помочь в разрешении каких-то финансовых вопросов. Если вы обращались за помощью, то вы ее получите. Очень хорошая четверг карты, просто супер. В пятницу вы станете перед выбором, у вас будет возможность решить какой-то вопрос, либо связанный с отъездом, либо связанный с работой. Будут какие-то два предложения, вам необходимо будет выбрать. Любое предложение, какое бы вы ни выбрали, будет перспективно. Потому что по карте император все должно быть по порядку, все должно быть как положено. Поэтому в любом случае, вот в четверг ситуации будут идти, возможно, в государственных каких-то учреждениях. Будут решаться какие-то бумажные дела у многих. И будет два каких-то предложения, которые, собственно, будут вытекать в закономерном и в правильном таком порядке перед вами. И вы, естественно, сделаете довольно-таки правильный выбор. В субботу, как раз-таки, наверное, это уже отыграется. То, что ваш выбор будет продиктован долгосрочными обязательствами, но прежде всего, вам это будет очень нравиться. Это будет ваш выбор по, скажем так, вашему велению, вашей души. Он будет вам очень интересен. Выбор, связанный с превышением прибыли и дальнейшего перспективного роста. Здесь, вы знаете, реально может проиграться предложение по службе, да, повышение. Вот, и, соответственно, повышение вашей заработной платы, вообще финансового благополучия. Многие, кстати, здесь могут также заняться собственным каким-то бизнесом, получить какой-то, знаете, толчок на развитие собственного чего-то, какого-то дела. Ну и воскресенье. Воскресенье просто пришикарное. Неделя вообще отличная. По второму варианту я очень рада. Вселенная дает очень мощный толчок вам во втором варианту, потому что воскресенье завершается тузом, 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 жезлом. Видите, три раза сказала. Это открытие всех дорог. Это перспективная дорога. Это развитие ваших начинаний. Это профессиональный рост. Это получение прибыли. И прекрасная завершающая карта десятка кубков. Это еще и любовь, согласие, мир, союз. То есть здесь в семейной жизни просто одни перспективы, просто одно благополучие, прекрасный третий вариант. Девочки, я даже не хочу здесь и смотреть карты даже совета, потому что, ну, прекрасно. Ну, давайте посмотрим все-таки, потому что трудности кое-какие здесь есть, да, особенно вот во вторник здесь. Смотрю, как-то вы растеряетесь, да. Неприятное также вот известие папажу мячей. Давайте все-таки посмотрим здесь, что у нас, как здесь будет проигрываться. И совет. Ну, мои золотые, воспринимайте все у вас с открытым сердцем. Будьте для всех, может быть, не до конца откровенными, дикой загадкой. Вас ждут действительно очень большие перемены. И все, все к лучшему. Потому что по тройке кубков будьте жизнерадостны. Будьте открыты для общения с мужчинами, для общения с этим миром. Очень хорошие советы, очень хорошие карты второго варианта. Мне очень приятно. И, собственно, хочется даже сказать, да будет так. Ну что, вторым вариант. Напишите, как у вас открытывается второй вариант. Вообще, мои дорогие, вот вы смотрите расклады на неделю. Мне было бы очень приятно, если бы вы писали, как они у вас отыгрываются потом, да, когда неделя проходит. И что действительно, какие события проигрались у вас на неделе. Это было бы очень ценной информацией для меня. Я бы знала действительно, насколько полезны вот эти расклады на предстоящую неделю. Как они у вас отыгрываются. Ну что, мы же движемся дальше. Путешествие третьего варианта. Давайте посмотрим ситуацию по третьему варианту. Что у нас здесь происходит. Что важного, да, произойдет у нас. Ну и как нам быть, собственно, по ситуациям на неделе. Так, здесь у кого-то разрешение денежных вопросов. Причем вопросов, которые, ну, знаете, очень-таки животрепещущие. Возможно, здесь по тузу Пентакли у вас есть какие-то денежные вопросы, оставившиеся незавершенными. Есть определенного рода противоречия. Куда вложить или не вложить, да, какой-то капитал. Либо вы, допустим, уже выбрали, вложили, но очень много здесь сомнений, терзаний по поводу все-таки, может быть, неудавшейся какой-то сделки, либо неудавшихся каких-то материального благополучия. Кто-то здесь может быть действительно разбит и подавлен. Здесь могут быть ситуации, связанные с тем, что многие из вас могли дать в долг, да, и теперь ждут возврата, но не знают, как, собственно, подступиться к должнику, да, для того, чтобы попросить эти деньги. Также, кроме этого, здесь есть вопрос, очень противоречивый с решением имущественных вопросов. Кто-то здесь стоит сейчас перед выбором или покупкой имущества, либо делением имущества, имеет варианты и боится, собственно, того, чтобы не остаться без денег и без жилья, да, то есть здесь какие-то имущественные, здесь еще могут быть впоры разрешаться и вопросы. Хорошо, давайте посмотрим, события понедельника, события вторника, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Так, ну что, мои дорогие, воскресеньем я довольна, очень прям переживала так по ходу карт. Ну что, в понедельник вы будете переживать за заключение какой-то сделки. Очень удачная будет сделка, если у вас действительно ситуация, связанная с заключением какой-то сделки, либо в работе, то здесь очень позитивные моменты, по тройке пентаклей. Здесь в работе все складывается очень хорошо. Здесь и подписание контрактов, здесь и заключение каких-то договоров, здесь очень хорошее, возможно, сотрудничество. Если в личных отношениях, то здесь плодотворные какие-то договоренности, вы, в принципе, здесь можете рассчитывать на взаимопонимание в семье, на очень хорошее плодотворное отношение в семье. По десятке чаш здесь, в принципе, есть очень хорошее удовлетворение многими очень вещами. Семейная моя жизнь, здесь прям очень хорошая такая твердая, скажем, если можно так сказать, связь семейная, да, и очень хорошее взаимоотношение. Во вторник. Во вторник здесь уже идут какие-то разногласия и напряжения. И вы знаете, вот я что хочу сказать, что по Верховной Жрице здесь вот какие-то тайные моменты, они приведут к необходимости изменения вас и трансформации каких-то событий в вашей жизни. Здесь действительно вы можете получить какую-то неприятную для себя информацию, которая была для вас ранее скрыта. И здесь эта сама по себе ситуация, она, конечно, несет для вас такой, знаете, неприятный отпечаток, вам придется принимать какое-то решение для себя. Но в любом случае вы поймете, что это неизвестность, которая была ранее, она вносит в вашу жизнь определенного рода изменения, с которыми нужно будет считаться. В среду вы почувствуете себя в подвешенном состоянии, не знать будете, что делать. Но в любом случае ваше решение будет обратиться, может быть, за помощью в какие-то инстанции, может быть, в суд даже для того, чтобы ваша ситуация не была вот такая подвешенная. Здесь могут быть еще и известия о каких-то неприятных, о каких-то ситуациях для вас непонятных, но вам захочется выйти из этого круга зависимости, что-то будет вас тяготеть, вы захотите внести ясность. В четверг предстоит отстаивание своей точки зрения, споры с королем чаш, очень привлекательным мужчиной, возможно, старше вас, мужчинам таким белокуром, голубоглазым, рак рыба по гороскопу, мужчина открытый, но, скажем так, очень интересные в общении с разными женщинами, ну, такой, может быть, это и вас вообще, в принципе, мужчина или муж. Здесь будет очень такой горячий споры с отстаиванием своих интересов, да, и проработкой многих вариантов. Ждите в пятницу также отстаивание своей точки зрения и перед женщиной, королевой чаш, женщиной очень сильной, с развитой интуицией, очень миловидной, такой, знаете, открытой, но, тем не менее, ее к вам претензии будут определенного рода, может быть, с вами не встречены в позитивном ключе, и вам придется все-таки отстаивать свою позицию, свою точку зрения, я в каком-то вопросе. Событийный ряд у нас в субботу. В субботу у вас будет какое-то разочарование, опустошение, может быть, это как раз от того, от всех вот этих позиций, которые здесь у нас, да, то есть необходимо отстаивать свою точку зрения, у многих вопросов где-то, да, где-то вот эти вот откровения для вас очень выбиты из колеи, но, тем не менее, вы в субботу почувствуете некий прилив сил. Почему? Потому что вы понимаете, что, несмотря, может быть, на какое-то сожаление, даже вот в личных отношениях, может быть, да, какие-то конфликтные ситуации, какие-то сожаления, что-то, знаете, прямо вот как потеря какого-то взаимопонимания, вы возьмете себя в руки, потому что вы понимаете, что все в ваших руках, в очень многих вопросах вы действительно сможете регулировать и себя, и других, и другие какие-то моменты для вас, они очень, в принципе, ну, слевоносные. Ну, что хотела бы сказать про воскресенье и завершение недели, да, на неделе произойдет какое-то действительно откровение, которое может выпить вас из колеи, здесь вы узнаете какую-то правду, которая, ну, возможно, перечеркнет вашу жизнь до и после, внесет в нее яркие какие-то краски, четкое понимание, но вот что самое здесь позитивное и то, что радует, это то, что по девятке пентаклей вы действительно поймете, кто вы, если это личные взаимоотношения, вы поймете, кто вы по статусу в этих личных взаимоотношениях, мало того, вы для себя поймете, как вам делать дальше, вы станете действительно самодостаточной, если вы до этого еще пребывали в каком-то неведении всей ситуации, то вы Верховной Жрицей по карте смерть, вы поймете очень многие вопросы и решите поставить в этом точку, и вот к девятке пентаклей вы придете с самодостаточной уверенностью в решении женщины, если это касаемо работы, то здесь нет, конечно, моментов, которые не говорили о негативном, каком-то негативных каких-то событиях, вам придется отставить свою искренность, отставить свое трудолюбие, отставить свою позицию в каких-то рабочих моментах, но тем не менее, вот с пониманием воскресенье к вам придет ваша самодостаточность, вы докажете, кстати, что вы достойны, возможно, больше зарплаты, нежели было раньше, в любом случае, вы выходите здесь очень самодовольны, самодостаточный и уверенный в себе, уверен в себе человек. Давайте по рекомендациям посмотрим, третий вариант, молодцы, вот вы прямо здесь на правильном пути, давайте посмотрим по рекомендациям, молодцы, здесь обращайтесь, действительно, если кто-то очень хочет обратиться, например, в какие-то органы власти, либо в какие-то организации, да, для регулирования спорных вопросов обращайтесь, потому что результат незадолго не потерпит себя ждать, у вас есть все шансы на получение даже каких-то более выгодных условий у труда, либо даже у кого-то должность может поменяться, либо у кого-то откроются дороги, перспективы в профессиональной сфере, в личных отношениях тоже у вас есть все перспективы на выход, на другой формат выхода отношений, если вы будете четко понимать свою позицию, четко понимать, что вы хотите, вы добьетесь результатов, которые, собственно, должны быть. Ну что, мои золотые, вот такой вот у нас третий событийный ряд по событиям предстоящей недели с 23 ноября по 29-е. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои варианты событий, то, что происходит у вас, насколько срезонировал или не срезонировал сегодня у вас событийный ряд. Мало того, самое важное, вот в этих раскладах по событиям предстоящей недели получать обратную связь по случившимся уже событиям, которые у вас проигрались. В любом случае, мои дорогие, мне очень приятно, что вы были со мной. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои пожелания, свою благодарность, которую мне всегда приятно получать. Ну и традиционно, как всегда, вы прекрасно должны быть уверены и вы прекрасно понимаете, что мы с вами все знаем. и вы прекрасно понимаете. Спасибо.